Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Маркилов Борис. Я зарабатываю деньги в интернете. Чем я занимаюсь, можешь посмотреть на моей странице, также контактные данные ты найдешь под этим видео. И можешь посмотреть, чем я тут зарабатываю в интернете. Аудит трафиком я занимаюсь, еще я занимаюсь заработком криптовалюты, что не запрещено законом Российской Федерации. Но многие умные дяди и тети пытаются мне приклеить вот эту статью. Наверное, многие слышали, многие видели, но немногие разбирались. Они знают, что статья 159 УК РФ это мошенничество. Специально для вас открыл уголовный кодекс. Уголовный кодекс я уважаю и я его не нарушаю. И не буду тоже долго здесь останавливаться на этой статье. Также ссылку на эту статью вы найдете. И я вот ради интереса зашел, посмотрел. Я вот ни одного пункта из этой статьи не нарушаю. Я никого. Вот мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Да нет, я не приношу никому значительный ущерб. И мошенничество, и хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имущество. Ну, короче, ни под одну вот эту, ни под один пункт не подходит мой бизнес в интернете. Если вам начинает угрожать, скорее всего, человек вообще не разбирается, что к чему. Даже если он рассказает, вот я когда-то занимался, я гербалайфом торговал, и у меня ничего не получилось. Ну, просто у тебя ничего не получилось. Весь мир занимается сетевым бизнесом. Все иностранные бизнесмены говорят в один голос, что я буду заниматься сетевым бизнесом, если у меня не будет возможности, если я обанкротюсь, я начну с сетевого бизнеса. Потому что сетевой бизнес, он под собой не предполагает какое-то мошенничество. Вы предлагаете товар или услугу. Все. И у человека есть право покупать, либо не покупать. Также получается, если сейчас мы ловим какого-то товарища, который открыл свой киоск и торгует картошкой, и картошка его гнилая, и да, ему нужно что-то предъявить, но вот статью мошенничества ему не предъявить. Потому что картошка сгнила, он вам продал картошку гнилую, ну и что? Он наложит на него штраф. Но это не мошенничество. Это ваша невнимательность. Итак, изучайте Уголовный кодекс, конкретно статья 159 УК РФ, мошенничество, и начинайте заниматься сетевым бизнесом. Довольно-таки приятный и доходный бизнес, который вам будет приносить доход. Смотрите мою страницу, заходите на мои контактные данные и будем дружить. И, возможно, через какое-то время вы поменяете мнение не только обо мне, но и о сетевом бизнесе. Итак, еще раз говорю, если вы угрожаете статьей 159 УК РФ, на вас есть статья 307, дача заведомо ложных показаний. Она тоже предполагает под собой штрафы и ответственность. На этом заканчиваю. Всем привет!